Всем здравствуйте! Доброго времени суток! Все города, страны, пока смотрели мы с вами ролики, кто туда хочет? Кто хочет на первый ролик и кто хочет на второй ролик? Ставьте плюсики, пока я тут говорю. Спасибо, хорошо. Как настроение, девочки? Хотите туда, туда, где звезды, где уровни, где сапфиры, где доллары, тысяча, две, пять, дальше, где такие цифры классные пишутся, сапфиры, бриллианты, вот эту атмосферу, кто туда хочет? А, кричите уже, кричите, да. Кто немножко декист в этом каталоге, кто немножко подрастроился, это временно, девочки, мальчики, дорогие партнеры, коллеги, это все временные явления. В бизнесе всегда бывают, как птичка летит, да, падает подъемы, поэтому это все нормально. Самое главное, что нас зажигает наша мечта, мы знаем, мы даже не верим, мы знаем, что это все правда по опыту наших спонсоров, по нашему, по опыту наших коллег, людей, которые добились этого всего. Поэтому только вперед, мы сегодня открываем новый каталог, сегодня я объявляю условия конкурса, летнего конкурса, где вы сможете заявить о себе на вид проект «Эспресс-карьера», где увидят вас все ваши новички, вся ваша команда, где вы сделаете еще один грандиозный шаг вперед к своему успеху, потому что заявить о себе, поставить свои фотографии, сделать свой образ, это действительно здорово, смело, ну и только вперед к успеху. Я поздравляю, кто закрыл уровни, поздравляю, кто сделал шаг вперед, 3%, 6%, кто чуть-чуть подтянулся, кто уже хотя бы вошел в ритм работы, это тоже здорово. Отдельно приветствую новичков, которые сегодня первый раз, которые еще, может быть, не понимают, куда они попали, и сейчас вы все узнаете, куда вы попали. Думаю, что вы обязательно зарегистрируетесь к нам в проект, чтобы получать великолепные подарки, пользоваться скидками от 18 до 50%, делать свои образы, креативить, раскрашивать свою весну и оставаться по-настоящему привлекательными, легкими, веселыми и строить бизнес и зарабатывать деньги в этом проекте. Представляете, как вот все здорово. И мы начинаем, начинаем новый каталог. Конечно, я представляю продолжение бренда, который соответствует как сны, тетей люкс. Я уже пробовала наши великолепные вещи, вы тоже пробовали все, и тональный крем, и средства The One, и блески, и помады, которые блестят, правда, как сапфиры на губах, это действительно правда. У меня на фотографии, кстати, помада The One, может, она немножко не так яркая фотография, как в одноклассниках в комнате, но да, я уже в нем. Поэтому это все очень здорово и, самое главное, качественно. Мы в этом каталоге представляем лаки для ногтей, мега-стойкость. Во-первых, у нас каждый лак компании Арифлейм очень стойкий. Мы носим лак в 10 дней, девчонки, правда. Это действительно так. Даже из самых недорогих серий мы стираем, мы сейчас начинаются какие-то весенние работы огородные. Тоже это все нормально, мы живые люди, мы все делаем. Но лак очень стойкий, он не облазит, не обмущивается. Мы действительно носим манитюр 10 дней, это очень удобно. Мы его один раз делали и остаемся привлекательными очень долго. Цвета. Вы обратили внимание на цвета лака в новом каталоге? Это суперновинки, это мода, действительно, 2014. Они такого изысканного цвета, который, знаете, действительно для нас подарок в компании Арифлейм. Это отлично. Фуксия, черешня, нежная лаванда, крем-брюле и такие названия, что хочется все. Мне хочется купить все всегда. Любой лак у нас идет по Украине. Тоже обменивайте сейчас каталожными ценами по России, чтобы вам было всем интересно. И всем интересно, и я не останавливала внимание. Любые два лака за 49,90. При регистрации это будет еще дешевле, конечно же. Поэтому, девочки, берем вообще, даже не обдумываем. Это скидки, это очень классно. В следующем каталоге, возможно, это будет все дороже. Поэтому пользуемся новиночками и за это получаем подарки. Я о подарках, конечно же, скажу, кто вдруг не успел и присоединился к нам в этом каталоге. Следующая новинка у нас идет подводочка. Серый, синий, коричневый, черный. Тоже это можно все приобретать по потрясающим стилькам. Черный у нас классика и лучше, конечно, вечер. Надя нам рассказывает за натуральность, за приближенность к натуральному стилю. Поэтому днем серый, коричневый, вечерний макияж, это черный. Очень удобное наносение, точное наносение. Насыщенные пигменты. Интенсивность цвета, вот цвета 99%. Тойкость. Это то, что нам надо на лето. Это то, что не размажется, не расклывется. Я еще люблю говорить, знаете, кстероксы на глазах. Когда отпечатывается подводка или тушь, или как-то, знаете, не очень качественные вещи, когда мы покупаем, получается, у нас кстероксы. Здесь такого не будет. Здесь действительно мега стойкость. Это опробовано здесь. Мягкий фетровый аппликатор позволяет нанести четкую линию. Мы не будем мучиться, как с классическими подводками. Здесь все предусмотрено. Уже действительно класс люкс. Дальше у нас идут любимые блески. Кто брал блески, кому нравится. В этом каталоге еще раз по скидкам они предоставлены. Кто брал линия тоненькая. Если вы наносите один разочек, не дважды по одной и той же линии, то линия тоненькая. Если вы несколько раз наносите, конечно, она утолщается. Понравился блеск. Отлично. Видите, сейчас никто не напишет. Супер блеск. Ни одного комментария, который не понравился нам. Это самое лучшее, наверное, то, что есть в Арифле. Джордани Голд. Конечно, наша любимая классика. Уже дестеллеры. И мега стойкость. Мейкап. Бренд. Вот эти все самые классные слова, которые аж кричат качеством. The One. И, конечно, я делаю акцент на подарки. Мы заказываем декоративную косметику The One. И получаем в подарок комплект дизайнерских украшений. Сюда набор золотая грация. В набор ходят серьги и колье. Это украшения с кристаллами Сваровски. Это дорого. Это стильно. Это модно. Знаете, это действительно роскошь, которая дается в подарок. Когда мы делали заказы с вами, вспоминаем, пятый каталог, шестой каталог и седьмой каталог. Мы делаем заказ. Две вещи. Две новинки. Макияжа. И мы получаем в подарок набор. Кто не успел сделать заказ и присоединился к нам в этом каталоге или присоединиться после вебинара, мы можем заказать в каталоге седьмом шесть любых продуктов The One. И мы получаем в подарок комплект украшений. Кто не успел. Кто делал заказы, пятый, шестой, седьмой каталог, сегодня мы их доделываем заказики или не сегодня в течение каталога и получаем в подарок комплект украшений. И с чем я вас и поздравляю. Это подарок от компании Oriflame. Хочу сделать еще акцент на пудре. И в этом каталоге не представлена скидка именно, но тональная основа The One есть. Девочки, великолепная вещь. Она не чувствуется на лице. Она действительно матирует. Она сглаживает наши покраснения, наши неприятности. Вот эти шелушения, покраснения, воспаления. Какие-то красненькие точечки. Оно все сглаживается и матируется. Пудра, она настолько легкая, атласная текстура написана, и легкая она не чувствуется на коже. Когда мы тем более еще делаем матияж с пудрой кисточкой, вообще ничего не чувствуется на коже. По три покупки, шесть и семь в каталогах. Ну, конечно, вы же делаете две плюс. Две обязательных, а вообще можно сделать их очень много. Потому что одинаковые две. Спасибо, Ниночка. Дальше хочу сказать, что мы можем взять или тон-тон, тональный и пудру, либо мы берем тональный чуть светлее, чем пудра. Наоборот, нельзя. Потому что это выглядит неэстетично, некрасиво, неровно. Или тон-тон, или тональный чуть светлее, чем пудра. Пудра темнее, чем тональный. Это наши правила, которые, наверное, неизменны во всех случаях жизни. И, конечно, в этом каталоге мы уже встречаем долгожданное солнышко. Мы захватываем середину мая, захватываем уже лето, наверное, потому что в Украине, говорят, будет солнышко. В России, конечно, тоже. Мы все едины, мы все страны, мы все дружим, поэтому солнышко с нами. Великолепные дизайнерские подарки от Валерии, которая дизайнер, она дизайнер компании «Рифле». Предоставляется туника. Вы обратили внимание, какие скидки потрясающие. Можно использовать и с джинсами, и с шортами, я так думаю, можно будет воспользоваться. И с лассейнами, как кто привык, как кто любит. Или просто как на пляж под купальник. Цена замечательная. Единственный нюанс, при единовременном заказе на 200 гривен специальная цена действует или на тунику, или на сумку. Я тоже сначала думала, вот, все, ура, все так дешево и прекрасно. Но есть маленькие ограничения, мы выбираем либо тунику, либо сумку с такой стипкой. Поэтому, девочки, чтобы не было у нас всяких там недомолвок, я это озвучиваю, чтобы вы знали. Сумка тоже очень классная, модная, брендовая, легкая. Вот это то, что надо нам на лето. Не обязательно под пляж, это пойдет. И магазины, и базары, это все классные такие вещи, которые, ну, стоит летом приобрести. Туника легкий, искусственный шифон. Она освежает в жаркий день и, ну, прохладный, наверное, мы не оденем. В жаркий день, просто в жаркий день. Поэтому туника и сумка, это тоже подарки, которые мы можем заказать и пользоваться. Не видно сумку. Ну, в каталоге все очень-очень видно. Я просто делаю обзор, а вы, у кого есть возможность, открывайте каталог и за мной. Так будет интереснее на винте аксессуаров. Я хочу еще раз акцентировать наше внимание, что один из ключевых трендов сезона, весна-лето 2014, карамельные тона и оттенки. Вот я взяла сейчас дома моды, Париж, Италия, Москва, там, где проходили недели моды, и взяла варианты этих цветов. Мягкие цвета карамели, в том числе кремовый, светло-розовый, коралловый, персиковый, банан. Они будут особенно популярны предстоящей весной. Тем более в этом вебинаре я вам даю маленькие такие, ну, что ли, не рекомендации, советы, но вот просто как варианты, что вы можете взять на образ, который мы будем делать. Сразу уже хочу сказать, чтобы вы там, может, продумали, кто будет участвовать в конкурсе. Образ будет летний, легкий, если мы в прошлый раз делали конкурс «Бизнес-леди Арифлейн», то есть деловая женщина или девушка, которая занимается бизнесом, делает себе команду, делает свой успех, да, сделает себя сама, бывающая. Сейчас совершенно кардинальная вещь, и наоборот, мы делаем легкий романтический образ. Надежда, может, вообще предлагала с венком на голове цветов. Какая-то может быть романтика, где-то вы на природе. Легкий образ, разноцветный макияж, приветствуется, то, что был мастер-класс. Если вы смотрели, великолепный мастер-класс. Разноцветные тени, низ глазика зеленый, бирюзовый, верхняя часть глазика розовая, синяя, голубая, вот как вы придумаете, фиолетовая, лиловая. Вот это вы будете творить, ну, конечно, заказ на 400 гривен, да, 200 плюс 200. Поэтому вы читайте, там внизу все написано, чтобы не было у вас ошибочек. Вот, и мы создаем образ романтической леди или мисс весна, ой, лето 2014. Лежкий романтический образ. Класс, да? Ага, Катюша, вам уже нравится. Вы хотите еще раз выиграть? Я все озвучу подробно. Мы будем только за. Креативте, творите. Я все подробно озвучу вам в конце вебинара на слайдах. Будут, конечно, денежные призы, и это будет конец вебинара. Сейчас мы делаем акценты на то, что вы можете уже приобретать в этом каталоге. Вот, соответственно, с вашей разыгравшейся фантазией. Поэтому давайте играться. Браслет Ариэль. Золотистый браслет, декорированный бусинами коралловых оттенков. Вот тут как раз вот эти тренды, модные цвета, разные коралловые оттенки. И бордо, и коралловый, и нежно-розовый, карамельный, да? Ой, тут вообще прелесть. Продается в чехле из органзы тоже очень-очень изысканно, не содержит никеля, растягивается и подходит для всех размеров. Вот это один из цветов. Следующий образ у нас идет в серге антик. В серге цвета нежной мяты. И вы посмотрите, как идеально сочетаются цвета с брендами вообще до моды. Вы понимаете, что творит для нас Ариэль. Это лучшее, лучшее, что может быть по низким ценам. Скажу по низким ценам, потому что это правда. Великолепное золотистое обрамление, нержавеющая сталь и тоже не содержит никель. Цвет мяты, цвет весны, цвет вот этой модной-модной оттеночки. Следующий аксессуарчик у нас идет сумка. Цвет очень нежный. Цвет, знаете, такой, как же его назвать? Розово, нежно-розовый, карамельный, наверное. Больше подходит карамельно-розовый. Очень все изысканное. Брошь винтажный шик, набор браслетов. Золотистая коллекция браслетов. Персиковый. Ну, может, но персиковый немножко... Нет, это не совсем персиковый. Персиковый он все-таки теплее. Это холодный цвет. Стильная накидочка с нежными оборочками тоже, да? Натидка винтажный шик тоже из этой серии. Сумка и изысканное украшение. Это все, что можете вы претворить в своем образе. Создать его тоже. Если у вас нежный такой образ, карамельные оттеночки, персиковые. Думайте. Про мужской конкурс обязательно скажу вам уже даже сейчас. Надежда готовит. Через воскресенье будет вебинар, который посвящен мужчинам. Пожалуйста, вы не пропустите. Будут стилистические вещи. Подача галстуки, рубашки. Стилистические вещи, что с чем сочетается. Надежда готовит специально для мужчин вебинар. Конечно, будет включена номинация обязательно. Поэтому вы в этот раз не расслабитесь. Дорогие мальчики, мужчины, в этот раз все будет для вас. Есть еще у нас мужчины, кроме Димы? А ну, отзовитесь, если есть. Интересно просто нам. Ну, значит, вы один выиграете. Нет, не один. Отлично. Значит, у нас будет на кого равняться. Вы разбавите нашу компанию женскую. Я вас призываю просто участвовать. Нам без вас будет скучно. Тем более, вы уже о себе заявили, назад дороги нет. Так, это наши аксессуары. Поехали дальше. Модный макияж. Представлена уже наша любимая помада 3 в 1. Она увлажняющая. Она заботится о наших губах. Она трехмерная. Это то, что надо нам на лето, чтобы увлажнить, чтобы наш макияж был в форме. Гармонично объединяется страстный блеск, выразительность и нежный уход. Поэтому тоже рекомендую. И представляю, конечно же, по скидкам, потрясающим скидкам наши тени матовые и блестящие крем-тени для яркого образа. Они растушевываются пальцами, кто еще не знает. Если мы наносим плотный вечерний макияж, мы наносим просто кисточкой. Если это день, то мы просто растушевываем пальчиками или ватной палочкой по нанесенному цвету. Общаемся. Поэтому не бойтесь пользоваться пальцами, ватными палочками, добавлять какие-то штрихи в ваш макияж. Это все нормально. Это то, что можно всегда подправить и смотреть. Это не стрижка. Поэтому, девочки, кто боится, кто говорит, я не умею краситься, мне трудно, надо учиться. Ну, учитесь, ничего страшного. Это так просто. Если что-то не получилось, пошел умыться. Поэтому креативьте, учитесь. Если-то это надо, знаешь, я же говорила уже очень много раз, наш инновационный век просто технологий. Надо уметь делать себя звездой. Никуда не денешься. И в этом каталоге я вам хочу представить и немножко поговорить о наших... Да, тени не скатываются даже летом. Даже в 40 градусов у вас тени не скатаются. Это правда. Я хочу поговорить сегодня без знаков зодиака. А я хочу сегодня представить вам просто карты аромата. Так как они представляются в парфюмерии, в мире парфюмов, в мире духов, в мире вообще парфюмерии. У нас парфюм делится на естественные, фантазийные, теплые, сладкие, дурманищие, рафинированные и прохладные. И вот в середине у нас карта. И я представила в разных частях слайда наши ароматы, которые соответствуют тому, что написано на карте аромата. Чтобы вы ориентировались и понимали, что, к чему, почему. И я сейчас вам все объясню, все расскажу, что я этим хотела сказать. Потому что такого у меня на вебинаре еще не было. И вам должно быть интересно. Парфюма наша любимая. Опускаемся вниз, и у нас там туалетная вода, редактив маск. Я написала ее под слайдом. Дурманищие, ориентальное, цветочно-древесное. Здесь восхитительный аромат, сотканный из роз, мускус и кашмиран. То есть он древесно-цветочный, он насыщенный. В переводе кашмиран – это светлый лес. Это мускусный компонент. Его аромат, ароматный профиль, что ли, охватывает огромный участок между древесными и амбровыми. Он очень абстрактный. Он неопределенного такого, знаете, неопределенный какой-то. И в сочетании с другими нотками этот парфюм делается изысканной и неповторимой. Вот как каждая из вас. И он из нас, да, и он очень уникально звучит на коже. То есть если там ваша подруга говорит классный, то вы тоже скажете, да, классный, но он у меня на коже звучит по-другому. Поэтому пользуйтесь пробниками. Каждый компонент этого парфюма, он, ну, уникально действительно звучит на коже. Так, девчонки, мы сейчас про парфюм, мне будет трудно отвлекаться и на чат, и на карту ароматов. Поэтому если по возможности вы сами поотвечайте на вопросы в чате, потому что мне сейчас будет трудно перескатывать. А мы дальше поехали с ароматами разбираться. Справа у нас стоит тоже один из любимых наших ароматов. Это дурманящий, да, сладкий, насыщенный аромат. Наш любимый уже это лавпаушен. Он тоже насыщенный. Он восточно-фруктовый. Магические нотки натуральных афродизиаков. Убиль, шоколад, цветы, какао. Он тоже насыщенный. Он стоит внизу карты. Следующий, поднимаемся, вернее, вверх. Люсия. Наш любимый свежий аромат. Он цветочно-цитрусовый. Вот там написано, естественно, цветочно-цитрусовый, один цветок. Вот это он. Туда подходит под это определение карты аромата. Основа композиции у нас белая сирень. Олицетворение чистоты, нежности, света. Он очень классный. Есть любители Люсии? На прошлых вебинарах были, я знаю, есть. Пишите. Да, нравится. И он создает ауру такой легкости, нежности, прозрачности. Вот мне так жалко, что невозможно образы на ваших фотографиях понюхать. Потому что я знаю, что от каждой из вас идет шлейф аромата. И вот если бы фотография передавала этот шлейф аромата, было бы вообще здорово. Наверное, мои еще способности до этого не дошли. Но жалко. Я бы очень хотела. Следующий Грейс, он тоже цветочный, фантазийный, цветочно-альдегидный. То есть там несколько компонентов цветочных ароматов. Он, ну, я не скажу насыщенный, но он разный. Он цветочный, он интересный этот аромат, фантазийный. Да, вот как под название он идеально подходит. Следующий аромат, тоже уже полюбившийся аромат. Тензерли от Татьяны Нафти. Цветы мандарина, магнолия, гелиотроп. Тоже цветочная композиция, но она немного шипровая. Грейс это парфюм. Ну, конечно, Грейс это парфюм. А что нет? Водичка. Так, мы, наверное, путаем. Это парфюмерная вода, девочки. Вы что-то так разграничили это понятие. Это не духи. В духе идет очень сильно насыщенная концентрация духов. Это туалетная вода. Называется парфюмированная вода. Туалетная парфюмированная вода. Вот так. Поняли. И там идет разбавление спиртом. Это естественно, это нормально. Просто в духах концентрация спирта гораздо больше. Поэтому у нас идет туалетная вода. Тензерли тоже цветочный аромат. Он не приторный, он не навязчивый. Он, ну, как скажу, легкий. Наверное, Люсия легче все-таки. Он разный. У него слайдов нет. А вы перезайдите. Извините, слайдов. Поняли, да? Парфюм лучше. Это зависит от фирмы, Анечка. Парфюм и туалетная вода. Это зависит от производителя, зависит от фирмы. В Арифлейме здесь не может быть какого-то плохого чего-то. Парфюмерная вода. Правильно. Следующие поехали по карте ароматов. Дальше разбираемся. Тут представлена уже любимая наша парфюмерная вода. Девочки, парфюмерная вода. Поняли? Везде у нас написано парфюмерная вода. Не духи. Дальше. Следующая парфюмерная вода. More by Demy. Любимая. Она цветочно-восточная, фруктовая. Я ее отнесла во фруктовую композицию. С нотками древесной. То есть можно было ее поставить и в конец карты, да, как в дурманище. Но оно не в дурманище. Но там такие компоненты очень изысканные. Сандаловое дерево, древесность и манящие ноты белого персика. Эланг-эланг. Знаете, такие очень статусные компоненты. Необычные. И вот действительно, это вот стиль звезды. По-другому просто не скажешь. Звездный аромат. Цена тоже потрясающая. Цена с великолепной ситкой. Украина и Россия. Весам подходят более естественные ароматы, утонченные. Что-то, знаете, наподобие Love Pausch, я не посоветую 100%. Ищите легче, ищите изысканнее. Следующие, поехали. Опускаемся вниз. У нас Эмбе и у нас Эмигма. Они насыщенные. Рыбам. Все-таки мы не можем без знаков зодиака. Рыбам. Однозначно Эльви. Стрельцам. Вот как раз Деми Мор, я думаю, он будет очень, очень в точку. И что-то, знаете, оттенечественное. Но у нас в Арифлэм оттенечественных, четко оттенечественных, есть мужской парфюм. Из женского, чисто вот такой свежий цветочный, цифрусовый, это Эльви. Тельцам и земным знаком с древесными нотками. Близнецам и воздушным знаком больше разнообразия. Вот, возможно, Тендерли, Валаре был. Ну, улыбайтесь. Поэтому я добавлю на следующий каталог, потому что слишком много. Вот, мне кажется, слишком много, наверное, по знакам зодиака я даю парфюма. Мне самой надоело. Если вам не надоело, пожалуйста, буду каждый каталог. Пишите, надоело или нет. Мне сегодня захотелось с картой. Овнам. Вот, Овнам больше огня, больше страсти. Возможно, Лав Паушен. Но вы, я знаю, еще любите и Овнайте, и Львы с цитрусовыми нотками. Поэтому разные. Нет, мне надоело. Хорошо. Значит, сейчас по ходу, а на следующий вебинар уже буду тоже делать по знакам зодиака. Хорошо. Следующие нотки у нас идут. Страсти, да? Страстные ноты. Вот, Скорпиону я советую, Эмбо, советую Энигму и советую что-то легкое. Может быть, Эльве, может быть, Демимор. Сейчас великолепный аромат у нас земляника, личи с правой стороны. Тоже цветочный, он легкий, он весенний. Это подходит вот буквально всем, Анечка и Козерогам в том числе. Потому что он именно весенний, он такой легкий, легкий, живой, он такой вкусненький. Я еще на прошлом вебинаре говорила, вкусненький. И у нас, конечно, классика, роскошная, женственная. Манзарин, пачули, белые цветы, жорданик гол. Это аромат, он не навязчивый, с одной стороны, с другой стороны, он очень изысканный. Запах Демимор, да, он очень классный, статусный и роскошный, по-другому просто не назовешь. Цитрусовый бутет, белые цветы и мускус, это эльвий. Там один цветок и цитрусовый бутет. Вот вы уже понимаете, да, по карте аромата, что где стоит. Внизу у нас насыщенные ароматы, вверху у нас цветочные, цветочно-фруктовые и цветочно-цитрусовые. Делать список по всем знакам зодиака. Хорошо, обещаю вам, на следующий каталог сделаю по знакам зодиака. Понятно, вы привыкли. То, что с грушей, да, вы писали? Вот у нас с грушей новинка. Туалетная вода. Вот, читаем, туалетная вода. Демимор, парфюмированная вода. То есть аромат более, с дорогими компонентами, более статусный. Здесь у нас туалетная вода, понимаете, да, разницы? Все, разобрались. Экспрессивный, бодрящий аромат, выразительные ноты груши. Цветок груши, мускус, он с древесными нотками, почему он стоит внизу, но он свежий. С фруктовыми тоже можно было отнести его и с правой стороны наверх, да, цветочные, альбегидные. Но я не смогла этого сделать, потому что там у нас мускус, это древесные нотки. И вот это сочетание дает вот изысканность, неповторимость этого аромата. Он летний, он легкий, он необычный. В Арифлейн делается все такое, знаете, не классика, вот то-то, 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 вот как надо. А здесь такой креатив, груша, мускус, белая сирень еще с чем-то. Здесь такие потрясающие компоненты, вот вам тут точно никогда не надоест. Так, по знакам зодиака немножко поняли, да, давайте еще раз. Воздушным знаком мы дарим в подарок или покупаем себе что-то легкое, что-то воздушное. Ароматов должно быть много, потому что вы разные, у вас постоянно разное настроение, хочется чего-то разного. И мы покупаем кельцам, девам-козерогам, что-то с древесными нотками. Включаем мускус, кашлеран, маск подойдет как вариант, валаре, пожалуйста, водолей. Водолей, ну попробуйте вот сейчас эту новинку, попробуйте новинку с грушей, да, которая у нас цветочки, парамата, цветочки зеленые, мускусные. Он необычный, вот то, что креативное, необычное, может вам подойти. Дальше можно попробовать новинку вот там, где у нас земляника, личи. Спринт тендернесс, тоже ограниченный выпуск, так что... Так, кого я не услышала, девочки, чат летит, поэтому, если чего, вы не обижайтесь. Овна, что-то более яркое, возможно, эльви, возможно, деми-мур, вы тоже любите статусные ароматы. Кому я не ответила, львам, львы любят что-то экспрессивное и, наоборот, цитрусовое, свежее, легкое. Вот я говорю, что универсальный будет аромат, спринт тендернесс, вот там, где личи, земляника и... Что там у нас еще? Ландыш, ландыш, личи, земляника. Вот этот универсальный вариант. Раком, что-то легкое. Эльви, что у нас тут еще представлено? Ну, деми-мур, вряд ли, все-таки. А теанические, цветочно-цитрусовые. Все, девочки, не буду останавливаться, поехали дальше. Следующие у нас идут мужчины, мы про них не забываем. Не то, что не забываем, а помним всегда. Наши любимые мужчины. Я вам обещаю, следующий вебинар по знаком Зодиаковский. Если вам очень интересно, пересмотрите старое, там очень много всего. Следующий у нас мужчины. Туалетная вода, да, гуд. Он древесный, древесная нота двояка. Он искушенный, он такой очень интересный, тоже поставила его в конец. Мужской шипровый. Вот это вот тот случай, когда мужской шипровый. Представители данного семейства, двояк в смысле, имеют свежий, чистый, герзкий аромат. Он напоминает запахи мха, травы, подогретой сосновой рощи. Представляете, класс. И здесь основной аккорд двояковое дерево. Вот это вот легкая древесность с зеленым мхом. Он очень классный, вкусный. Поэтому пробуйте, дарите своим любимым мужчинам. Они оценят 100%, я уверена. Просто убеден. Дальше у нас идет кардинально разные ароматы. И чтобы вы не запутались по карте, я вам поставила там цитрусовый, да, где у нас тревел спрей, морской бриз, дубовый мох. И опять почему? Потому что прохладный. И поставила аксадент. Кардамон, экстрагон, бобы тонко. И здесь тоже, знаете, древесность в сочетании с легкостью, с какой-то, с изюминкой. И здесь потрясающая скидка 50% минус. То есть можно приобрести и то, и другое. Цитрусовые, морские, легкие и более насыщенные ароматы. То есть под настроение. Вот то, что как раз я советую близнецам, мужчинам, водолеям. И, возможно, огненные знаки, даже невозможно точно. Воздушные, огненные знаки. Вы это любите. Вы любите быть разными. Вы любите и кардамон, мох, и что-то древесное, и табачные нотки. И легкие, прохладные, оттенеческие. Поэтому скорпион, хорошо. Для скорпиона еще отдельно, из раздела прохладные. Он цветочно-фруктовый. Поэтому вот у меня нету слайдов справа, потому что сладких ароматов мужских в Ариплейн нет. Они будут у меня на левой стороне. Поэтому фантазийные, теплые, сладкие. Вот тут нету такого. Здесь более рафинированные, шипрые, древесно-цветочные ароматы мужские. И в Ариплейн в мужских ароматах все шипровые, древесно-табачные, оттенеческие, цитрусовые. Поняли разницу. И туалетная вода Эксайт от Димы Билана. Она тоже древесная. Аромат тоже уникальный. Это единственное могли придумать разработчики Ариплейн. В продаже такого не бывает. Мох, чай и дыня. И вот это сочетание дает уникальность. Рыбам, вот, рыбам-мужчинам как раз этот сайт, я думаю, понравится. Понравится еще и тревел-спрей. Смотрите каталог, думаю, что я права. Следующий архитект. Он более насыщенный. Он из секвои. Это тоже дерево. Там гвояк, тут секвоя. Гармонично отражает образ силы характера мужчины. Он насыщенный, он статусный. О раках. Ну, раки тоже, девочки, они водное значение. Водным знаком у нас океанические ароматы и цветочные. Они любят легкость. Поняли. Архитект, он статусный. Он, наверное, после 30 лет. Вряд ли, наверное, 20-летнему молодому человеку он понравится. Ну, хотя, да, но редко, знаете, как в плане эксклюзива. Дальше идем. Туалетная вода. Тер Эйфбери. Кедр, черный чай, мате. Здесь уже я не ставила в карту ароматы, потому что вы поняли. Мужские ароматы. Шипровые, древесные, табачные. Здесь теплые, сладкие дурманищи. Под эту категорию они не подходят. Поэтому овнам. Но вот овнам, если овны после 30, можно и архитект очень даже. Джордани Мэн. Вот это все статусные ароматы пошли. Единственное, легче аромат. Легче, как еще сказать, легче. Легче, светлее, ненавязчивее, свежее, скажу. Вот Тер Эйфбери. Остальные немножко насыщеннее. И Джордани Голд Мэн, и СВ Найт. Они тоже более насыщенные. Обалденные. Да, но он с такими нотками, именно мужские, не истинно мужские парфюмы. Следующий. Вояджер. Древесно-пряный аромат. Ноты бергамота, мандарина, кардамон, зеленый чай, африканская мира, шлейф сандала, витивера и амбры. Вот тут уже такой микс колоссальный. Вот как раз у меня ассоциация пошла к водолеям. Знаете вам весь ваш креатив, который может только попасться в одном парфюме. Это, наверное, вояджер, это для вас. Тут уже фантазия просто уже отдыхает. Тут все, что хотите. И вот это воздушным знаком, чтобы не надоело. Весам не советую, весы устанут от этого запаха. А водолеи – да. Овны – да. Львы – да. Вот такие, знаете, огонь. Там, где у людей присутствует... Почему, знаете, зодиака? Опять говорю, потому что у людей присутствует темперамент такой яркий, свободный, независимый. Независимый вот этот парфюм подчеркивает ваш темперамент. Вот ваш знак зодиака – это темперамент. Весам. Вот весам, кстати, можно сэр Эйкбери. Думаю, понравится. Он легкий, он изысканный, он утонченный. Вот так, как весы. Тельцам. Ну, здесь вся палитра для тельцов. Они все древесные, поэтому вы смотрите, пробуйте. Вот что-то отдельное посоветовать. Я не знаю. Тут все понравится тельцам. Правда. Раку. Раку, еще раз говорю, водные, океанические. Экса, Дима, Билан. Что у нас еще в начале было? Карты. Близнецам тоже можно полегче. Дева. Катя, что вы пропустили? Раку. Раку можно тревел-спрей, цитрусовый, морской бридж, дубовый мок. Вот там, где есть морские компоненты, океанические, свежие, цитрусовые. Вот. Как раз купи. Ну, видите, я права. Это хорошо, что я права. Дальше поехали. По-моему, я что-то очень переключила слайд. Дальше я хочу с вами поговорить о нашем предстоящем сезоне, к которому уже надо готовиться. В предстоящем вебинаре мы эту тему как-то смазали, потому что она была не очень актуальна, еще была прелестью, там же солнце далеко. В этом сезоне уже надо готовиться. Почему? Потому что спецфактор солнечной защиты – это очень важно для нашей экологии, для нашего меняющегося климата. И действительно, когда мы обгораем на солнце, у нас появляются фигментные пятна, покраснение, проблемы с кожей. А кожа – это очень важно, кожа – это то, что все видят. Поэтому сегодня я хотела подробно об этом поговорить, поэтому давайте. СП-фактор солнечной защиты – СП-15, 25, 30 и 50. Все, что у нас в каталоге, как с этим разбираться, что для кого подходит. Он показывает, сколько времени мы можем находиться на солнце, не получая ожога. Утром и вечером мы можем пользоваться СП-15, 20. Дальше, днем, если у нас есть такие экстремалы, хотя это ужасно, СП-30 и 50. Когда вы в день, на днем на палящее солнце, конечно, уровень защиты должен быть больше. Практически постоянно у нас на коже воздействует ОФ-излучение, ультрафиолет. Именно с ним, по мнению большинства ученых, связано появление первых признаков старения на открытых участках кожи. Считается, что ультрафиолет провоцирует в коже дегенеративный процесс, то есть это плохо. В результате которого кожа постепенно теряет тонус, становится более сухой, грубой. На ней появляются морщины, пигментные пятна, 100%. Именно так кожа защищается от чрезмерного воздействия солнца. Если есть такие проблемы, вам сам организм, сама кожа говорит, мне плохо, ты видишь, у меня пигментные пятна. Ну что ж ты творишь, надо же защищать. Клетки кожи, получившие определенную дозу ОФ, дают команду пигментным клеткам вырабатывать черный и коричневый пигмент меланин. То есть они защищаются от чрезмерного повреждения. При постоянном контакте с солнцем, защитные ресурсы кожи истощаются. Нужны кремы, содержащие солнцезащитные фильтры. Я прям брала эту информацию из своих старых-старых компектов по косметологии. И поэтому, правда, это важно. Я хочу вам чуть-чуть рассказать о типажах. Кремы, содержащие солнцезащитные фильтры. Что кому подходит. Да, пигментация идет 100%. Я по себе знаю, у меня появилась травма, ну и все, стоп. Надо пользоваться. Первый тип, вот эта блондиночка у нас. Очень светлая кожа, голубые или зеленые глаза. И сейчас вы сидите, каждый узнавайте себя. Я о каждом сейчас немножко поговорю. Светлые или рыжие волосы. Их кожа содержит мало меланина. Мало меланина. Блондинки, просто блестящие кожи. Знаете, аж прослоечки кровеносных сосудов есть. Которые помогают поглощать. Мало меланина содержит кожу. Меланин способен поглощать, фильтровать солнечные лучи. У вас этого нету от природы. Кожа представителей данного типа очень легко сгорает. Даже не загорает, становится красной. Вот загорает редко, а чаще только краснеет. Этим людям не рекомендуется загорать вообще. Потому что кожа не умеет защищаться от ультрафиолетов. Понимаете, ну вот такой тип не дала природа. Зато дала много всего другого. Вы же не забывайте об этом. Люди могут в безопасности для себя пробыть на ярком солнце всего лишь 10-15 минут. Единственный выход из ситуации – посидеть под тентом. И этого будет вполне достаточно для здоровья. СП-50, 30, 15 для вас – это просто детский лепет, если вы едете на море. Вам нужно даже утром брать такие средства защиты, которые содержат хорошую защиту. Второй тип – это люди с английской, шотландской, прибалтийской, скандинавской внешностью, наследственностью, что ли. Светлые голубые или карие глаза, светлые или рыжие волосы, веснушки. Вот вторая девочка, крупным планом на слайде, второй тип. Их кожа слегка загорает, часто краснеет, крайне подвержена ожогам. Ну вот, словом, чуть-чуть более терпимый к ультрафиолету тип людей, чем первый. Но очень на него похож. Темное, а вас, вот как раз третье тип дело. Первые 2-3 дня необходимо применять средства с максимальной степенью защиты, чтобы вы не сгорели. И загар проявляется не сразу, а как минимум через 4 дня. Есть у нас такие? Еще раз. Загораем сначала со средствами, у которых 30 и 50 СП. А потом переходим, после 4 дня загар проявляется, переходим на более щадящие. Ну, даже не щадящие, а с менее маленьким фактором. Они не вредят коже, если кто боится пользоваться, девочки, мальчики. Наоборот, если вы пошли без защитного средства, кожа хуже, чем вы пошли с кремом. Некоторые, наверное, до сих пор думают у нас. Я знаю, на каждом вебинаре есть люди, которые говорят, тональный крем – это плохо, он забивает поры. Потом крем из СП от ультрафиолета – это плохо, они там забивают поры. Нет, это не плохо, это хорошо, потому что они защищают от вредного воздействия солнца. Поэтому это хорошо. Дальше третий тип. Вот как раз вы, Ева. Волосы каштановые, темные, глаза или темно-русые, ну, в принципе, глаза – это второй вопрос. Волосы черные, а кожа и темная, каштановая, а кожа белая, но при этом светлая кожа. В основном это представители, как говорят, да, Надя у нас говорила, какой типаж? А ну-ка, вопрос. Темная кожа, ну, и светлая кожа, и темные воросы. Это у нас весна, лето, зима или осень. А ну-ка, кто будет готовиться к конкурсу? У кого пробелы? Зима, класс, молодец. Это зима. Это представители Центральной Европы и России. У них средний уровень меламина. Вот это те люди, у которых он уже не минимальный, а средний уровень. Их кожа реагирует на солнце незначительным покраснением, которое потом переходит в загар. Люди данного типа хорошо загорают, но их кожа подвержена легким ожогом. Ну, то есть, если вы сильно днем побыли на солнце, да, ожог будет. Но если утром и днем, вот как принято загорать, все нормально. Люди этого типа могут провести подсолнечными лучами 30-40 минут без последствий. Время нахождения на солнце – утреннее после обеденной часы. Ну, как и все нормальные люди, загорают в этот период дня идеально. Первые два дня необходимо применять средства с максимальной степенью защиты. Ну, первые два дня достаточно. Результат проявляется также, как минимум через 4 дня. Единственное, вы меньше сгораете. Четвертый тип – смуглая кожа и темная кария глаза. Вот это у нас представитель… О, что ты, как же ее зовут? Девочки, помогайте мне. Пенелопа-Крус – представитель. Потому что Наоми Кэмббелл у нас пятый тип, она совсем хорошо загорает. Пенелопа-Крус – четвертый тип. Смуглая кожа, темная кария глаза. Как правило, это люди восточные или представители так называемой средиземноморской расы. Они могут загорать до часа в день под палящим солнцем без проблем. Находясь на солнце в первые дни, следует применять средства со средними уже степенами защиты. Это везунчики. Они загорают красиво и ровно. Вот это те шоколадки, которые мы все время завидуем. Наша раса, Украина и Россия, которые славянской внешности. Вот мы им обычно на пляже завидуем. Ой, какая красивая. Вот это они. И они никогда не обгорают и не обладят. Ну, повезу в этом смысле. Дальше у нас идут правила безопасности. Вы разобрались теперь в средствах, девочки. СП-15, 20, 30 и 25, 30 и 50. То есть белокожие мы покупаем большой фактор защиты. Ну, надо, короче говоря, купить и то, и то. Потому что 30 и 50 мы пользуемся в начале, а 20 мы пользуемся уже после 4 дней. Так, понятно. И дальше правила солнечной безопасности. Пить не менее 2 литров жидкости. Для защитных механизмов кожи необходимо, чтобы она содержала достаточно влаги. Мало того, что в неланине кожа вырабатывается, а еще и обезвоживание приводит к сухости кожи, ко всяким этим проблемам. Облазивание, шелушение, мало жидкости. Лучше всего пить обыкновенную столовую минеральную воду. Так, кроме полезных органических веществ, она содержит большое количество минеральных солей, выходящих с потом. Столовую минеральную воду. Ну, обычная минералка. Лучше без газа. Ее могут быть пить все. Вот лечебную воду. Это уже идет и в Украине Поляна, Квасово, все знают Боржоми. Это лечебная вода и содержание солей превышает 800 миллиграмм на литр. Смуглая кожа. Ну, если она смуглая, то это четвертый тип. Голубые глаза. Ну, глаза, говорю, это второй вопрос, девочки. Я так понимаю, что вы красотка. Смуглая кожа, голубые глаза. Четвертый тип. Мы будем вам завидовать, когда вы будете загорать. Жидкость. Поняли, да? И мы не рекомендуем употреблять постоянно в качестве питьевой воды, Боржоми и еще какую-то воду, содержащую большое количество минеральных солей. Специалисты советуют не пить в жару холодной жидкости. Тоже мы очень сильно любим. Не глотать залпом, пить небольшими глотками. Предельная норма за один раз. Для почек, для наших. Потому что мы уже много пить на пляже. Следите за почками. 150 миллилитров жидкости. Тракту залпом. Больше нельзя. Лучше пить напитки без газа, потому что, ну зачем нам целлюлит, да? В соке мы пьем натуральное, свежевыживое. Если есть возможность. Нос, лоб, уши, колени, плечи, подъемы ног, выступающие наши части, так называемые, очень чувствительные, подвигаются особому риску, поэтому на них также необходимо наносить средства с высоким СПЛ, особенно в начале. Что у нас обгорать? Плечи, нос, щеки, вот эти места, которые выступают. Поэтому их, о них заботятся. Не листик на нос, а крем СПЛ 50. Так, теперь внимание. Сейчас, сейчас, сейчас. Зеленые глаза. Да, чай горячий хорошо. Ну, если он не совсем прям тупяток, ну, горячий, да, он убирает жажду. А если он зеленый, вообще хорошо. Пивас. Ну, пивас, это на любителя. Мы тут не все любители пиваса. Так, забыла, что вам ответить. Кожа вроде обычная, что посоветуете? Девочки, ну, вы не рискуйте, потому что, когда мы идем именно на море, когда мы начинаем загорать в речке, то, да, можно как-то меньше СПЛ, загораем утром и днем, по возможности. Если мы приехали на море, на палящее солнце, мы, естественно, берем СПЛ 30 и 50, потому что мы рискуем. Солнце, морской воздух, соль, она, конечно, способствует отгоранию. Поэтому не думайте просто. Если мы лежим на пляже неподвижно, под палящим солнцем, жаримся, греем кости твои, то мы наносим огромный вред своей коже и кровообращению. Кто любит спать на пляже, это плохо. Очень страдает от этого наша соединительная ткань. Очень плохо. Необходимо как можно больше двигаться, не важно, что это будет. Прогулка по пляжу, волейбол или там еще что-то. Когда весь день в огороде, это очень хорошо. Потому что вы в движении, вы не сгораете, у вас не страдает соединительная ткань. И вообще, по сути, вы должны себя лучше чувствовать, чем просто какая-то дохлая, красивая блондинка на солнце, которая жарится там целый день. У вас идет активность на суставы. Да, усталость, я согласна. Но на пляже лучше находиться именно или в воде, как вы пишете. Много кто сгорает. Ну, потому что не пользуемся защитными средствами. Лучше в движении. Спать на пляже плохо. Для нашей кожи, для соединительной ткани, вообще для кровообращения, для сосудов, для сосудистой системы. Особенно, когда жара, это просто катастрофа для здоровья. Движение способствует лучшему обмену веществ. Благодаря этому загар на коже проявляется быстрее, ровнее. Лежать на солнце можно тщательно, закрывая голову, особенно глаза принос солнечных лучей. Тоже обязательно с покрытой головой на пляже. И последнее, очень важная вещь. Пожалуйста, запомните. Во время солнечных ванн мы не пользуемся парфюмом. Вообще, никотин. Самым классным, самым, что не есть эрифлейм. Никотин. Под воздействием солнца и пота в местах на нанесение могут проявиться коричневые пигментные пятна. Вот это тут же катастрофа. У вас будет либо ожог, либо пигментные пятна из-за парфюма. Поэтому это происходит потому, что некоторые эфирные масла, например, бергамотовые. Но у нас не масла, у нас компоненты. Бергамотовое, сандаловое, москусное. У нас в парфюмах есть эти компоненты. Мы только вот их разбирали. И они усиливают действие уэф-лучей. Поэтому это ужасно. Парфюмчик наносим вечером, после душика, в хорошую компанию уже там утром или вечером, если не идем на пляж. Но ни в коем случае на пляж. Не делайте себе вред. Просто не надо. Следующий у нас важный, необходимый момент, конечно, это наши ножки. Должен быть манитюрчик, красопедитюрчик, манитюрчик. Должен быть хороший, ухоженный вид наших ног. Потому что летом, ну, если это неаккуратно, это ужасно. Даже не скажу плохо. Это очень плохо. В Арифлейм это великолепные вещи, которые вам уже всем нравятся. Нравятся маски для ног, нравятся отшелушивающие вещи. Шляпка. Есть пензочки, поэтому обязательно ухаживайте за ножками, за пяточками. Плохо, когда неаккуратные пятки. Поэтому, девчонки, манитюр должен быть всегда и летом, и зимой. Но я этот момент упускаю и оставляю на вашей совести. Дальше у нас представлены скидки. И, конечно же, икона стиля Giordani Ball. По-другому не скажу. Пудра, тональные кремы, помады. Вот сейчас увеличились продажи у вас, я знаю, объемы. Даже не продажи, а вот объемы. Потому что мы же продаем только информацию. Demi Moor вместе с помадой было в прошлом каталоге. В этом каталоге у нас обедная помада, икона стиля. Кремовая текстура, стойкий цвет. Это то, что на лето у вас будет держаться на губах в течение дня. Здорово, классно, и скидки. Цвета тоже очень модные. Вы, напоминаю про конкурс, думайте себе образ, что подойдет. В каталоге очень много интересных вещей. Следующая наша любимая пудры в шариках. Надежда уже показывала, как этим пробовала, как пользоваться. Если у вас нет вебинаров, вы, пожалуйста, попросите у своих директоров, спонсоров, чтобы посмотреть и приготовиться к конкурсу. Румяна в шариках премиум. Они сияют, они наполняют кожу сиянием. Надя показывала технику эту потрясающую. Пожалуйста, попробуйте. Действительно, вы будете выглядеть как звезда. Что за конкурсы? Обязательно скажу, мы уже подбираемся к конкурсу. Дальше мы раскрашиваем свою весну, свои образы нашими тенями 100% цвета. Они тоже стойкие, девочки, это правда. Я пользуюсь, у меня есть эта палитра. Они даже на лето стойкие. Они не скатываются, они не расцепаются. Это качественные вещи, вот просто за копейки. Да, Reflame просто страна чудес. Ну, это правда. Это правда. Здесь предоставлены классные вещи, которые просто даются нам в подарок. 17.90 по Украине. Ну, слушайте, ну, почти даром. И мы можем делать образ, играться, подбирать цвета, делать разноцветный макияж, как я люблю цветной макияж. Поэтому хитки – это вот то, что надо для создания наших образов. Следующая тональная основа. Она тоже классная. Она не чувствуется на лице. Она впитывается, она макирует. Она не остается толстым слоем, как это обычно бывает. Она не в восторге от Reflame. Многие не в восторге. Ну, я поспорю. Потому что по сравнению с другими компаниями, на Reflame просто класс. Что касается косметики люкс, то это будет стоить уже очень-очень дорого. В долларах это мировые бренды, это Max Factor, это L'Oreal, это... Вот хотя аж крутится на языке. Giordani Gold, L'Oreal. Понимаете? Вот оно туда же. Giordani Gold и косметика The One. Я предпочитаю относить это к классу люкс. Может выбирать. Подделка. Как подделка, так это 100%. Вам надо выбирать вообще фирменные магазины, в которых стоят, это я же говорю, в долларах. Не принимают продукцию. Ну, это ерунда. Если брать, давайте брать уже у нас по логике вещей. Не кричать. Вот Reflame лучший. Ну, потому что он правда лучший. Мы будем кричать. А потому что по качеству, по текстуре, по качеству ингредиентов, которые содержатся в косметике The One и в косметике Giordani Gold, они равноправны классу люкс. Они не чувствуются на коже. Они не скатываются. Но это действительно классное качество. И, ну, я не знаю, это просто правда. Впихивать. Ну, не знаю, как впихивать. Просто наша продукция, наверное, даже не сочетается с этим словом впихивать. Впихивать можно в какой-то купло. Вот у меня ассоциация. Это дорогие вещи, это статусные вещи, тем более цены. Да, это не дешево. Там тональный крем, Giordani Gold. Это дорогая косметика. Но, судя по ее качеству, она соответствует вот этим скидкам уже дешевле просто некуда. Поэтому я считаю, что это косметика любви. Дальше. Тональная основа и основа под макияж. Вы можете этим пользоваться, как вечерний макияж. Когда вы наносите, и вы знаете, что у вас там целую ночь предстоит праздник. Или целый день надо выглядеть хорошо. Какие-то такие вещи праздничные. Сейчас выпускные, сейчас экзамены, сейчас разные-разные мероприятия. Надо выглядеть здорово. Поэтому пользуйтесь. Даже если утром у вас бешеный день предстоит, не наносите дневной крем вообще. Умылись, тоник, умылись, тоник. Потом мы наносим основу под макияж. Перфект. Тоже скидка потрясающая. Она позволяет это все купить. И потом наносим тональный крем. Вот ЭВА подходит. The One, пожалуйста. Только на него в этом каталоге не скидьте. Пожалуйста, Джордани Голд или ЭВА. Обалденные вещи, девочки. Я знаю, я пробовала. У меня это все дома стоит. Это правда. И у вас макияж не скатывается. В течение дня. Один свиноковый жирная кожа. Пудру уж никто не отменял. Немножечко подмахнем пудрой. И все будет хорошо. Скидки позволяют. Я любитель наносить тональный крем с понжами. Вот они представлены. По украинским ценам. 15,90. Россия. Пишите ваши цены. Нам интересно тоже. Россия очень много сидит. Давайте подключайтесь к нам. Да, основа для любого типа кожи. Да. В наборе 4 штуки спонжика. Тональный крем мы наносим не пальцами, наносим спонжиками. Кто любит кисточкой, я против. Потому что кисточка оставляет разводы. Надо настолько профессионально уже наловчиться ею пользоваться, чтобы не было таким приятностей. Понравилось? Ну, ради бога пользуйтесь, но это должно быть незаметно. То есть, тональный крем не должен быть виден на коже. Это наше искусство. Женщины выглядят женщиной. Поэтому ваше лицо должно выглядеть естественно и как бы без тонального крема. А кисточка, ну, я не знаю, ну, дает такие вещи. Девочки, если вам нравится и вы умеете это делать так, что никто не видит, что у вас тональный крем, пожалуйста, спонжиками проще. Спонжиками можно начинать учиться это делать. Кто только-только начинает учиться делать мальтияши, наша аудитория. Вот тут, пожалуйста, с меня не смейтесь. У меня возникают какие-то ассоциации, так я и включаю. Вы помните вот этот наш любимый фильм? Д'Артаньян, да? Три мушкетера. Это такие вещи. Думаю, боже, увидела этот бальзам-блеск для год. Как будто в те времена, как будто мы попали в эти королевские времена. Да, баночки, тюбики, вот эти, знаете, роскошь, когда женщина могла себе позволить только богатая. Помните, да? И я взяла эти слайды. Ну, вот настолько точно. Вот единственное, в Арифле нет мушек, когда их тогда летели. А сейчас это ассоциация, правда, вот эти вот бальзамчики, когда брали пальчиками, когда еще не было помад, когда только-только начинали делать макияж, еще были естественные фигменты. И называется «Почувствуй себя королевой». Обставься вот этими баночками, тюбиками, вот этими нашими волшебными штучками. Просто поиграемся, сделаем свой стиль. Вспомним, какие были раньше женщины. Как они себя преподносили, вот эта вот, знаете, естественность, статусность. Ой, я не знаю, у меня такие сейчас чувства пошли. Действительно, французские королевы. Поэтому бальзам для губ – это из той серии. Это 18 век. Это подарок от Арифлейн с 18 века. Цена позволяет, опять-таки, купить нежную полупрозрачную текстуру. Он не липнет на губах. Он содержит витамин Е, пчелиный воск. И когда содержатся такие ингредиенты, бальзамы не липнут, блески не липнут. Дальше идем. Это наша идея для конкурса. Косметичка, сумка, солнцезащитные очки, все в тон. Французская ривьера. Яркая бирюзовая оправа, золотистый декор в очках. Очень красиво смотрится статусно. Объемная двухцветная сумка, через которую видна подкладка фуксии цвета. Тоже красиво-красиво смотрится. Вкрапления такие идут. Шарф. Жерелье. Набор браслетов. Это цвета весны. Я еще там, если брать знаки зодиака, то, конечно, это водные знаки. Это подарки Никтуна, да, как говорится, подарки моря. Это бирюза, это голубой цвет, это синий цвет, темно-синий. Аквамарин цвет темно-синий, цвет аквамарин. И серьги с цветом, как бы с ассоциацией, наверное, павлина. Серебристое украшение с бирюзовой вставкой. На кончике пера павлина. Очень красиво смотрится. И тень. Не бойтесь краситься такими тенями. Девочки, пожалуйста, если это идет нежный блеск, он сейчас у модели нейтральный. Просто естественно, мокрый блеск, да, есть такие. Варифлэйм тоже. Если у нас на знаком огня. Да берите эту идею смело. Берите, если нравится. Сейчас романтика, сейчас лето. Вы, наверное, уже устали от зимы, от всего красного, яркого, статусного. Берите, пользуйтесь, пожалуйста. В каталоге очень много всего. Тут я ограничения вообще не хочу делать для знаков зодиака, потому что я буду выглядеть глупо. Поэтому сейчас море, сейчас всем хочется легкости, свобода, романтики, лето. И не важно, овен, вы лев, рак, скорпион. Просто это то, что, наверное, хочется всем. Солнышко и тепла. Думайте о своей идее. Краски. Хочу тоже поговорить о красках. Это бестселлеры, которые уже полюбившиеся. Очень много в одноклассниках общений. Очень много. Вы общаетесь между собой, обмениваетесь опытом, обмениваетесь цветами, меняетесь, меняетесь. Краска не вредит волосам. Она щадящая. Она 100% закрашивает седину. Она не смывается. Вот, вы играетесь с образами, цветами. Раскрась свою весну. Вот поэтому так каталог и называется. Новинка предоставлена у нас шампунями. Шампунь из любимой нашей серии Нейчи. Она, во-первых, имеет классный запах. Уже поэтому, да, по три страницы уже хочется купить. Сохраняет яркость, интенсивность цвета. Сохраняет цвет, очищает кондиционер сюда же. Пару. Шампунь не супер, я согласна. И после окрашенных волос они очень долго держат цвет. Корни просто отрастают. Поэтому меняйте. Скидки тоже очень-очень классные. Мы поменяли магазин, поэтому очень рады. Мы рады, что поменяли магазин. Рады, рады, я знаю. Поклонники туши. Вот это 100%, когда есть возможность выбрать. Вот, мы рады. Есть возможность выбрать несколько любимых тушек. Потому что скидка позволяет это сделать. И у нас есть и стойкий эффект подкрученных ресниц. И фибровые волокна, которые удлиняют. Увеличение объема, если мы наносим несколько слоев. Всегда наносим несколько слоев в любом случае. Туши в Арифлейм на уровне... На букву М фирма. Думайте, подсказывайте мне. На уровне Макфактор тушь. На уровне... На букву М. В рекламе идет и в Украине. Мэйбелин, вот спасибо. Нет, не Мэритейн. Мэйбелин. Вот эти туши на этом же уровне. Они классные. В магазине могут быть подделки. В магазине вы можете купить что-то не то. За такие же большие потраченные деньги. Мэйбелин гораздо дороже. Макс Фастер Лориаль гораздо дороже. Арифлейм по потрясающей скидке. Такого же качества. Понимаете? Ну, правда. Я вам абсолютно не буду ни обманывать. Даже лучше. Даже лучше. Я согласна. Ну, просто идет компоненты одного класса. Класса. Ингредиенты одного класса. Покупаем. 100% от влаги. Это на море. Единственное, здесь надо будет взять у нас после этой туши водостойкой. Матияж для снятия глаз. Чтобы у нас был смывка для снятия с глаз матияжа. Ну, может быть, это индивидуально, Танечка, на одну тушь. Может, вообще, я не знаю, как с глазками поменять тушь. Может, индивидуально, просто вот одна, наверное, из 100, из 200, я не знаю. Все кричат классная тушь, и я в том числе. На одну тушь аллергия. Смотрите, в каталоге есть The One. Следующие. Наши новинки. Сейчас хочу, чтобы вы мне доставьте. Хочу, чтобы мы с вами пообщались, потому что было уже в каталоге. Я брала себе серию из алоэ. Кто брал, как впечатление? Кому не подошло, кому подошло? Хочу ваши впечатления, потому что это новинка. Ромашка. Успокаивающий уход. Шиповник питания. Сейчас чувствительная сухая кожа. Отзовитесь. Кто брал, кому нравится, кому подходит? Алоэ. Алоэ в этом каталоге нету. Вместо алоэ у нас чайное дерево. Ромашка. Шиповник. Понравилось. Кому не понравилось, пишите. Нам надо знать. Всем нравится. Подошло, да? Запах. Запах – это хорошо. Надо, чтобы кожа хорошо себя чувствовала. Хорошо. Вы смотрите, ни одного плохого отзыва. Вот вы сами себе глаза чешутся. Глаза могут чесаться. Девочки, надо брать для занятия макияжа. Потому что там в алоэ находится спирт. В ромашке, в тонике спирта нету. Для сухой кожи спирт не вводится в очищающее средство. В алоэ есть, я знаю, я брала. Глазки могут чесаться. Но потом вы наносите дель для век с алоэ, и все хорошо. Но лучше, конечно, умываться, смывать макияж с глаз специальным средством, щадящим. Жирная и уставшая кожа. Виноград у нас для уставшей кожи, антиоксидантная защита. И для жирной кожи у нас в этом каталоге вместо алоэ представлено начальное дерево очищения. Опять-таки ститки. Опять-таки нежирный матирующий крем для лица. То есть на ночь можно. Летом, смотрите, кому некомфортно с жирной кожей крем для лица, не надо. Пусть это будет просто тональный крем или основа, как привыкли. Если вы дома, если вы не выходите на улицу, попробуйте. Для жирной кожи не всегда я советую зирной крем. Поэтому липковат. Липковат. Ну, если он липковат, маргариточка, то только, я не знаю, на какое-то несколько процентов. Вы, может быть, лучше очистите тоника. Может, остались там капельки матияжика, теней. Но он липнет, ну как липнет, он не липнет, он может на несколько процентов, я не знаю. Так, дальше идем. И мы дошли с вами, девочки и мальчики, до конкурса. Внимание, условия конкурса. Сейчас молодых людей, наших мужчин. Я хочу сказать, что для вас будет, еще раз говорю, через воскресенье вебинар именно для вас. Конечно, все еще придет по рассылке. Сейчас в этом каталоге мужские аксессуары не представлены. Поэтому мне не с чем было развернуться. У вас Надя расскажет все, что она знает по этому поводу. У нее очень много информации. Вы, пожалуйста, приходите. Сегодня я хочу сказать, для девочек номинации, но для вас они обязательно-обязательно будут. До 22 лет, не с обаяния. Надя сделала больше возрастные группы. Почему муж расстроился? Почему надо в конкурсе участвовать, а не расстраиваться? 23-30 лет. Мисс очарования. 31-40 лет. Мисс утонченность. 41-50 лет. Леди элегантность. От 51 года. Леди изысканность. И дополнительная номинация без возрастных ограничений. Мисс креативный образ. Как у нас была девушка с каталогами вокруг пояса, как амазонка. И сейчас мы делаем летний образ. Это наши возрастные группы. Все придет вам по рассылочке обязательно. Дальше. Условия. Заявки принимаются до 21 июля на почту. Сейчас 11 мая. Июня. Ой, девочки, простите. Ой, не та буква. Июня. Июня. На почту надежды schoolros.tobakamail.ru Всего три фото. Она очень просила меня прям в несутонченность. Да, вам. Она меня очень просила сделать акцент. Даже если кто-то пришлет 10 фотографий. Очень трудно в таком количестве людей ей обсматривать, делать какие-то выводы. Поэтому все четко, лаконично. Вы можете их выставить там для себя, в одноклассниках, где угодно. Но я вас очень прошу, потому что работы много. И три фото. Ну, такие условия. Фото до. Без макияжа и образа. Дальше. Фото. Только пожалуйста, чтобы хорошо был виден свет. Чтобы вы не хитрили. Потому что мы за естественную красоту. И мы за креативность. И потом за ваш созданный образ. Даже здорово. Нельзя стесняться своей внешности без макияжа. Фото до. Фото с макияжем. Лицо до зоны декольте. То есть не совсем вот глаза сфотографировали или все. Можно вот до зоны декольте. Просто ваш макияж. Чтобы он был виден. Если у вас плохо падает солнце. Если тень. Плохо рассмотреть. Из-за этого вы не попадаете в призеры. Вы не выигрываете. Помешает тень. Помешает плохо сфотографироваться. Вы не попали в призы. Или вас не ответили. Или мало голосов. Голосов. Мало лайков. Классов. Ну обидно. До груди. Одну до и три после. Ну вот вы видите. Нет. Так придумала Надежда. Я с ней совершенно согласна. Девчонки. Даже не буду спорить. Следующее. Третье фото. Фото с цельным образом. Как придумаете. Романтический летний образ. Легкий. Возможно на природе. Возможно. Я не знаю. Там травка. Солнышко. Свинком. Она говорит. Озвучит. Может быть. Свинком на голове. Какая-то легкость. Романтика. Лето. Не ограниченная игра вашей фантазии. Призы. Не написала на слайде. Говорю. В рассылке я буду. С ногами и руками. Да. С ногами и руками. 300 гривен по Украине. По курсу рубля. Будет по текущему. И по курсу доллара текущему. Поэтому все остается точно так же. Денежные призы. И теперь образы. Разноцветные глазки. Посмотрите вебинары. Еще Надежда проведет нам вебинары по красоте. По стилистике. Пересмотрите старые. Подумайте как надо. Я еще раз делаю акцент на том, чтобы у вас должно быть ухоженное лицо. Макияж это хорошо. Но если есть покраснение, высыпание, вы без тонального крема, это неаккуратно, это плохо, это некрасиво. Поэтому тон лица должен быть разноцветный макияж. Если трудно, сделайте однотонный, чтобы оно вливалось в ваш образ. Вот здесь на слайде просто синие глазки. Мы берем обыкновенные тени или The One с кремовой текстурой, или гелевые тени. И мы просто растушевываем пальцем и делаем себе синие глаза. Глубокие, выразительные. Вот, пожалуйста, вам образ, если трудно, несколько цветов. Понятно, да? Следующее. Вот это ваши образы. Вот что-то наподобие этой девушки в фиолетово-сиренево-бирюзовом платье. Легкость, шифонность, воздушность, улыбка. Знаете, вот легкость. На каком фоне вы это будете делать? Как хотите, можете дома. Но лучше, чтобы он был как-то с креативти. Не просто дома перед зеркалом, а, возможно, на природе. Дальше еще образы представлены. Летние платьишки, уже сарафанчики, что-то легкое, что-то красивое. Обязательно. Да, напишу почту. Обязательно. Что хотела сказать? Сейчас, подождите. А, аксессуары. Обязательно, чтобы у вас были аксессуары. Они предоставлены. Серди, разные бусы, разные, ну вот, дополнения к вашему образу. Не только платье, не только образ. Но желательно аксессуары. Поиграйте со своей фантазией. Подумайте, как красивее, как скомпоновать, как это все сделать. Если вы делаете акцент на глаза, яркие глаза, сделайте легкую помаду. Не тяжелую. Потому что, ну, если вот красные губы, да, вот девочка в белом сарафане, то практически, наверное, одни накрашенные ресницы. Или так, либо акцент на глаза, либо акцент на губах. И еще одна модель у нас с аксессуарчиками. Новый цвет волос, рыженькая, всякое разное. Не бойтесь экспериментировать. Я поздравляю вас еще раз с открытием нового каталога. Напишу сейчас свою почту в чате. И открывайте новое звание. Приглашайте людей. Люди, которые сегодня у нас первый раз. Есть новички? Как вам у нас? Понравилось? Напишите. Мы тут. Мы будем регистрироваться. Есть. Обязательно обратитесь к своим спонсорам для того, чтобы пройти регистрацию в компании, сделать свои заказы, участвовать в нашем конкурсе, выигрывать призы, раскрывать свой потенциал внутренний, пользоваться шикарным парфюмом, заявлять о себе на весь проект «Экспресс-карьера». В нашем проекте уже более 100 тысяч участников. Это целый большой город. Представляете? Город. То есть «Экспресс-карьера» – это уже такая скоро будет страна. Большая-большая страна. И я вас поздравляю. Желаю всем новых званий, открытия новых уровней, закрытия и подтверждения старых уже стабильных званий. Всех поздравляю. Приглашаю в новый каталог. Открываю дверь. И с удовольствием распахиваю перед вами двери. Спасибо, девочки, что были сегодня со мной. Участвуйте в конкурсе, думайте образ. Еще раз вам большое спасибо. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова